Значит, еще раз всем добрый вечер. Мы сегодня поговорим о развитии талмудической литературы, в том смысле, как изучали талмуд в среднем и что вообще было, что было с талмудом в дальнейшем. Это очень важно, потому что действительно существует по сей день довольно большое количество людей, которые изучают талмуд. Это основа еврейского образования. И иногда кажется, что это как сегодня изучают, так было всегда. Ну, это не совсем так. И вот то, что я рассказывал о талмудической литературе периода Мишны и Талмуда, оно не вполне совпадает или даже очень сильно не совпадает с тем, как стали изучать талмуд позднее и что он представлял для изучающих талмуд в еврейской культуре в дальнейшем. У нас было, собственно говоря, сегодня у нас 15-е такое вводное занятие. И возможно, что вот в качестве введения, что ли, в талмуд, может быть, вот этих 15 занятий будет как раз достаточно. Я не знаю, стоит ли мне еще брать какие-то примеры из талмудической литературы и разбирать их. Основные какие-то вещи, которые мне оказались важными, я, в общем-то, сформулировал. Я их повторю сейчас, да, прежде чем мы увидим, насколько отличным от талмудического периода было изучение талмуда позднее. Значит, у нас был этап мидраширования. Это этап, при котором основная идея состояла в том, что жизнь иудея или жизнь вот этого комьюнити, она должна быть жизнью под сенью сакрального текста. Она должна быть подчинена целиком и полностью. Все сферы жизни должны быть подчинены указанию той истории. Это достигалось как раз с помощью мидраша. Мидраш, как выпытывание сакрального текста того, что, собственно говоря, нам нужно делать. Ну и, кроме всего прочего, еще и осмысление того, что мы делаем и зачем мы делаем. Это, собственно, различие между Агаду и Аллахой. И это как бы этап, который можно назвать таким вот формирующим то, что в позднейшем станет талмудической литературой. Это этап, на котором записывать или фиксировать вот все то, что наработано с помощью мидраша, было запрещено. Второй этап – это этап фиксации вот этого самого устного наследия, которое, значит, состояло в основном, с моей точки зрения, не все так считают, вот в этом самом мидрашировании. И этот этап начинается с создания Мишны и сборников мидрашей Танаев. Этот этап характеризуется тем, что из тех блоков, которые были получены, которые хранились как бы в памяти и заучивались наизусть, сам этот процесс заучивания назывался Мишна, и поэтому, собственно, корпус, который создал Иуда Анаси, тоже назывался Мишна. Из этих блоков, эти блоки, точнее, стали использоваться для того, чтобы построить некое высказывание из них. То есть не говорить прямо что-то, а создавать высказывание за счет композиций вот этих самых блоков. То есть то, что я условно назвал птичьим языком Талмуда, то есть это использование вот этих самых блоков в качестве элементов языка и правил соединения этих блоков в качестве синтаксиса этого языка. Этот язык оказывается языком не вполне понятным тем, кто к этому комьюнити не принадлежит. И с моей точки зрения, опять же, это не общепринятая точка зрения, есть споры по этому поводу. С моей точки зрения, вся талмудическая литература, она устроена вот таким образом. То есть это, собственно говоря, композиционная работа по соединению блоков для того, чтобы выразить какую-то мысль, которая на самом деле как бы возникает из сочетания этих блоков, а не благодаря прямому высказанию. И вот это качество палмудической литературы, литературы я условно называю поэтическим, потому что здесь есть нечто похожее на поэзию или на поэсис, как некий вид творчества. Вместо там рифмы есть вот эти правила соединения блоков. И таким образом процесс медраширования приостанавливается, а теперь уже из вот этих самых блоков, которые уже созданы, начинают создавать разнообразные композиции. Это легко видеть на некоторых примерах. В прошлый раз мы как раз вот такую одну из композиций внутри талмуда разбирали. Ну и предположительно, это пока находится как бы в состоянии такой полугипотезы, потому что это нужно проверять на более крупных формах. Идаются их более крупные формы тоже таким вот композиционным высказыванием. С моей точки зрения да, но это нужно доказывать, это нужно обосновывать, это не всегда легко сделать. Некоторые трактаты поддаются такому анализу, некоторые трактаты в них более затруднительны, такой анализ. Но тем не менее это то, как я вижу талмадическую литературу.